так друзья по традиции начнем с прикормочки значит буду замешивать два вида прикормки две разные тактики у нас будет значит сначала для фуэта замешаюсь есть у меня такая сыпуха карбзон хай тракт гранд бейтс линь карась ну в принципе там где линь карась там и карп блин оводы ужас кусают грызут по полной запечатывают карбзон свои прикормочки значит вот это я линь карась класс запах пошел вообще бомбеть такой сладенький сладенький чуть-чуть замешаю для флэта с разноцветными вкраплениями в общем прикормочка бомба и чуть-чуть оставлю для шаров так замешивать друзья я буду вот эту прикормку с ликвидом не с ликвидом а с натуральным кукурузным сиропом тоже от карбзон на таком сиропе мешают бойлы обычно но он очень сладкий как мед имеет чуть-чуть свой специфический запах если он будет видно я вам покажу густой как мед реально но обязательно нужно с водичкой разводить это дело видите как тянется класс так это я отставлю пока оводы меня загрызут я чувствую сегодня комаров слава богу нету но оводы зараза присутствуют можно их наловить и на поплавочек себе или на фидерочек использовать в качестве насадки так вырвалась у нас рыбалочка у меня именно по флэту я хотел фидер упереться но тут возможность получилось выехать почему бы и нет вот следующий раз на флэт уже непонятно когда поедем будем больше на фидерочек ловить на классический поэтому друзья наслаждайтесь просмотром и пока я замешиваю вы можете задать свой вопрос с хештегом бложек друзья для того чтобы ваш на ваш вопрос я ответил онлайн в пятничном бложике так по чуть-чуть заливаю по чуть-чуть заливаю по чуть-чуть заливаю ну будет одна сладкая одна рыбная блин они меня съедят здесь прикормка много будет тянуть воды потому что и бисквит и ну типа постачи ну крошка такая разноцветная интересная в общем в принципе прикормка самодостаточная можно использовать без всевозможных ликвидов но сейчас лето блин запах ребята обалденный ну когда уже научат камерой передавать научатся передавать через камеру запах так кормушка у меня готова одна ну надо будет до увлажнить я потом покажу как это все делать так теперь мне нужно замешать именно на закорм две тактики вот под эту прикормку замешаю на закорм блин уже и пчелы и осы класс вообще так тут можно смело давать побольше и в основной закорм она не будет так концентрирована как во флоте ну вот я делаю сразу ее достаточно липкой потому что будет крупная фракция блин пчелы слетелись на сироп кукурузный со всей округи сейчас думаю не пчелы а осы заразы так прикормка смотрите вот это сейчас настоится потянет воды и я туда добавлю целые обоевые 14 миллиметровые осид пер кислая груша карп зон тоже это добавлю сюда же потом добавлю фруктовый микс 8 миллиметровый пелец тоже сюда же вот эта программа у нас будет сладко кислая вот такая вот пусть это настаивается так сейчас вторая прикормочка две программы на одну много времени уходит а на две и две тактики еще больше времени уходит здесь будет метод инфидер ливер экстракт и черный перец в общем карп зоновская классно лепится во флет то что надо ну ребята успокойтесь возьмите себя в руки это уже у нас будет рыбно-мясная так мусор я потом выброшу чуть сиропа не налил тоже смело пью лью воду потому что ну настоится однозначно еще придется до увлажнять покажу вам дальше девайс такой модный ой запах колбаса просто колбаса ливерная настоящая колбаса так в принципе достаточно пусть настаивается так где полотенце моё никто не знает пчелам не сильно ливер нравится с перцем это хорошо уже чуть поубегали так и вот эту точку я буду кормить друзья пелецом есть у меня карп пелец это все карп зон сегодня решил не экспериментировать взять проверенное это мусор буквально по пару жменек для стартового закорма думаю 15 спомбиков я дам карповый пелец вот ребята отстаньте ну что готовки блин друзья я не то всыпал это я должен был всыпать это макуха это макуха и конопля это я хотел всыпать сюда вечная спешка надо успокоиться получить заряд витамина D от солнца и продолжать снимать друзья так это макуха и конопля перец да ё-моё ну отстаньте ну прошу дайте видео снять вот а сюда будет рыбный рыбный у меня здесь еще CSL макуха чуть-чуть с прошлой рыбалки я пересыпал чтобы места не занимало но так в основном и холибуд ну тут смесь холибуд и CSL и трат форель так много не буду удобные на самом деле емкости и используешь столько сколько нужно а не сколько позволяет влазит в пакет в общем так так и вот это уже карповый перец с CSL так ну я думаю мне хватит стартануть за корм сейчас главное промериться закинуться а дальше уже буду дальше уже в обед закормлюсь более уверенно ну более обильно значит идея в таком миксе простая разнофракционный перец по-разному будет растворяться ага плюс сюда еще будут бойлы также надо ждать пару штучек c комплекс monster crab 20 миллиметров разная фракция по-разному будет включаться некоторые быстрее некоторые попозже в общем ну надеюсь привлекать рыбу и удерживать на точке офигенные бойлы хорошо скатаны так вот такая вот нехитрая прикормка друзья переходим вот такая красота это на вторую тактику напомню сейчас переходим к поиску точки ловли для начала друзья обслужим одну точку дальнюю которая будет кормиться чисто крупной фракцией значит я установлю стоечки стоечки карбзон супер друзья рекомендую устанавливается очень просто вложим удилище как я уже успел намокнуть вот пришлось в воду залезть набрать чистенькой водички оказалось глубже чем я думал значит все просто вложим удилище я ну оригинальные винтики которые идут в наборе меняют именно на шурупы по дереву их легче закручивать хорошо держатся так и устанавливаем собственно говоря один стаканчик я сегодня не буду ставить на бузбары а разнесу удилище мне ночью так будет удобнее понимать в какую сторону куда забрасывать чего ну нужно шуруповерт конечно это все быстрее с шуриком так один стаканчик есть и вставляем просто ну намного надежнее выглядят и посолиднее чем от того же проводжика стаканчики блиновцы задолбали так второй если это будет вот так где-то так и второй вот так блин как всегда хочется все побыстрее и вот эта спешка к добру не приводит друзья вот так есть это есть ну удобно супер вот не могу нарадоваться реально и дешевле стоит и супер удобно так это мы нашли с вами потом таким же макаром я установлю установлю вторую ближнюю сейчас нам нужно найти перспективная точка уловли значит что я буду искать в принципе перепады глубин меня мало интересует меня интересуют ритвины всевозможные на дне сделаю небольшой забросик просто намочить леску шнур вернее так так как перепады глубин я не буду искать я буду искать ритвины на дне мне маркерный поплавок в данной ситуации не понадобится понадобится маркерный поплавок для того чтобы отметить ближнюю точку и уже по маркеру закормить шарами вот для этого так ну ищем ориентир у меня есть будка сторожа ночью светится хороший ночной ориентир так все произошло обрыв какой-то непонятно почему непонятно почему и неожиданно первый блин комом это тоже друзья хорошо вот не буду вырезать специально чтобы вы видели что на рыбалке происходит потому что ну в основном блогеры показывают всю идеальную такую картинку все супер ничего не обрывается все складывается идеально только забросил понял понял у меня сбросила петлю почему-то ну новый шнур я намотал надо было намочить лучше его надо было лучше намочить и спокойненько без силового заброса делать первый заброс сейчас друзья эту ситуацию исправим так я пока исправляю ситуацию а потом вам покажу дальше что будет происходить ставьте лайк канал о фишинг за то что мы показываем всю правду о рыбалке друзья проблема устранена все делается быстро долго ли умеющий как говорят так сейчас сделаю пару забросиков вообще коротеньких просто чтоб хорошенько намочить шнур а не так как я поспешил вот водичка кстати по моему упала придется даже наверное опускаться в воду чтобы доставать рыбульку ну да с вымазки мне одному точно будет не сильно удобно так ну попробую сейчас вроде бы шнур мокрый попробую против ветра сбросила кольцо на сухом шнуре поэтому так вот и получилось туда и хотел но можно конечно чуть дальше в следующий раз сейчас пробьем дно напомню что я не перепады ищу а просто рытвины о кстати вот сразу по дрожанию кончика видно что там можно и клипсоваться сейчас перезаброшу ну тут все просто проходит часто соревнования и нужно выбрать нужно выбрать самый заметный ориентир как правило спортсмены на такой ориентир и бросают сейчас если попаду туда опять же то заклипсуюсь и буду переносить расстояние на рабочее удилище тоже это все покажу в принципе не так и далеко по ощущениям метров семьдесят ну класс конечно удобно бросать одним грузиком оводы и кыш так грузик опустился да все друзья там и клипсуюсь там однозначно ходит рыбулька значит что я делаю я просто ставлю клипсу ставлю клипсу и выматываю снасть комфортное расстояние ну метров семьдесят мне кажется сейчас на колышках точно отобьем оводы достали все погнали переносить дистанцию значит удилище 3,90 все просто я примерно отступаю десять сантиметров с другой стороны и тут уже вприты почти получится 4 метра так 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 отмотан паразгрузик начнем с считать раз полный оборот я наукле делаю два надо уже колышки себе нормальные приобрести три четыре четыре шесть 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 Восемь, девять, девять, ну, как я и говорил, девять, девять на восемь, друзья мои, что-то голова вообще не соображает. 72 метра, ну, вот еще чуть-чуть, это получается, это 74 метра, супер клипсу я снимаю, 74 метра и снимаем это дело. Ну, вы просили подробно, друзья, я уверен, что это кому-то будет полезно, возможно, опытные рыбаки, сверхопытные меня в чем-то поправят, если я не прав. Вот, на колышке нужно однозначно, напоминаю, что вопросы вы свои можете задавать в комментариях с хэштегом Ложик. Кстати, сразу дам ссылочку на карбзон, сегодня ловим чисто карбзона. Все, что под руку первое попалось, то я взял в шкафу, что лежало. Так, 74 метра, хоть бы не забыть. Так, в принципе, удилище, я могу это отложить. 74 метра, сейчас разбиваю эту дистанцию на рабочке. Вообще, рекомендуют с отпущенным тракционом, но это, наверное, правильно, чтобы леска не запутывалась, после не с открытой дужкой. Так, ну это будет долго. Нет, не хочу долго. И погнали отсчитывать нашу дистанцию. Раз. А вот у нас маскировочная левка, ничего не видно. Два. Три. Четырый. Четырый. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Девять. Так, ну я отступлю, наверное, еще чуть-чуть. Ну, чуть больше. Да? Это все-таки еще на дугу. Получится 10-80 метров. Это нормально. 10. Значит, смотрите. Я здесь ставлю на клипсу. Это для... Для закорма. Не для клипса. Я кормлю небольшим сбомбом. Основным удилищем. Так, поставлю на клипсу. Но это еще не все. Сейчас, друзья, секундочку. Обычный бумажный скотч. Я вам покажу поближе. Ну, суть-то вы поймете. Берем маленький кусочек обычного бумажного скотча. Я пробовал, в принципе, изоленту. Классно держится. Но... Потом проблематично ее снять. А вот чемпионы мира, в частности, Роман Ивасышин, за что ему было огромное спасибо, что делятся секретами. Я уверен, что Рома перепробовал все возможные варианты. Маркерную нить. И все для клипсования, для маркерения. Но он советует ставить обычный бумажный скотч. Он хорошо снимается, хорошо держится, его хорошо видно. Как забрасывать, я тоже покажу потом. Так, ну я взял широкий, по-моему, не нашлось узкого. Вот. Лучше, конечно же, узкий. Брать для этого. И примерно между первым и вторым кольцом я делаю медочку. Просто зажимаю вот плажочек и ножничками лишнее отрезаю. Сейчас я вам, друзья, покажу, кто стоит. Покажу, что у меня из этого получилось. поближе. Как оно должно выглядеть. Раз. Так, где ты? Вот. Так, мне это солнце в глаза. Надеюсь, вам видно будет. Вот такой флажок. Это будет вместо маркерной нити. Как утверждают опытные карпятники, держится супер. Погнали кормить. А дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Перед тем, как начать работу со второй точкой, я хочу оснастить кормушечку, вот такую прозрачную. Кормушка не для дальних забросов, хорошо держится в вилу и довольно кормоемкая. Сейчас попробуем, ну попробуем, я вам покажу как ее оснастить. У меня есть уже заготовочка на лидкоре, вертлюжок с большим колечком. Значит нужно сейчас просунуть это дело в кормушку. Тоже многие сталкиваются с такой проблемой. Для начала нужно снять довольно плотно пыльничек. Откладываем в сторону и продеть обычную леску. Любую, ну не сильно тонкую, чтобы она у вас не порвалась при протяжке. Можно иголочки ломать, но это дело неблагодарное. Я уже в молодости кучу и дорогих, и дешевых иголок переломал. Вот, протягиваем леску. Дальше продеваем в петельку. И протягиваем. Можно узелок завязать, можно еще раз протянуть. Кому как больше нравится. Так, я надеюсь, друзья, ветер не беспокоит вас. Вроде бы передавали безветренную погоду сегодня. Прикормка везде, под ногтями, на одежде, на вымостке. Вот спиннингисты с нас, конечно, смеются. Хохолуют, кашеварами называют. Ну, то такие. Мне лично это дело нравится. Так, так что за эстетику и за мой маникюр, простите. Сразу так, и все. И вот такая, ай, ема, да, петелька. И теперь вот это дело просто протягиваем, без никаких проблем. Так, таким же макаром можно и в пыльник протянуть. Так, мне с кадра, чтобы не выпадать. Одна точка у меня уже, друзья, закормлена, заброшена. Можно ли ловить без литкора? Вообще можно, но я не рекомендую. Литкор все-таки притапливает снасть и рыбу. Не травмирует. В общем, есть новомодные, без сердечника. Ну, мне проще и больше нравится с... Так. Пчела-оса. Пошла вон, я невкусный. Сердечниками протягиваем. Это дело довольно плотненько, я скажу, заходит. Но если обрыв, не дай бог, или что, он выходит с кормушки, рыба освобождается. Дальше у меня по монтажу нету никаких ни вертлюжков, ничего, рыба спокойно освобождается от этого дела и освобождается потом от крючка. То есть, минимально травмируем рыбу. Так, кормушка у нас оснащена. Еще, друзья, свяжем с вас, с вами хитренький поводочек такой. Значит, крючочки. Сегодня я использую Carbzone White Gap 6 номера. Довольно бюджетные крючки. Сам я с ними еще толком не поработал, пару рыбалок было, но мне понравилось. И плюс еще положительные отзывы в нашей группе в фейсбуке. Так, острый. Значит, хочу связать хитренький поводочек. Для начала сделаем из тонкого поводкового материала. волос. Сделаем волос. Так, на конце петелечка. В чем хитрость? В том, что, ну, для данных условий, так как здесь может влететь довольно крупная рыба, вот такой поводковый, это все, у нас все 10, по-моему, либров на разрыв. Это очень тонкий поводочный материал. Так, рыбка плещется и издевается уже с меня. Так, лишнее обрезаем. Теперь возьмем стопорок, так как я буду ловить на сне. Так, что ж такое? Извините, друзья, перебивают телефонными разговорами, телефонными звонками. Всем же интересно, что там, как там ситуация. Так, где он у нас вот этот? Нужно уже секретаря себе заводить, наверное, что бы отвечал на телефонные звонки. Ну, на самом деле, я шучу. Мне всегда приятно, когда мне звонят, пообщаться, когда есть. Да, е-мое, блин. Провтыкал. Когда есть на это время. Так, ладно, у меня заготовочка есть. Спешка, спешка. На самом деле, можно такой волос делать даже из обычной нитки. На него практически нагрузки никакой никогда нет. Так. Подводим к петельке. И уже можно чуть подрезать, длины не нужен сильно. Так, подрезаем. Теперь берем вот сантиметров 25-30 на глаз поводочного материала. Вот этот очень прочный, надежный поводочный материал. Проводим со стороны жала. Ну, там, оставляем и выставляем наш рядышком волос. Так. Ну, примерно. Можно даже померять. Мне нужно где-то 20 сантиметров. Ну, практически угадал. Так. И вот это дело теперь зажимаем пальцами и начинаем как обычный волос так как обычный волос вот так раз два три четыре пять шесть семь восемь Таким образом, чтобы заканчивался узел напротив жала крючка. То есть у меня получилось девять. И кто как любит два там три оборота в обратном направлении. Теперь проводим опять же теперь в направлении жала проводим. Это важно. Так вот это делать уже подтягиваем и затягиваем. Теперь останется дотянуть. Сейчас я сделаю поводочек 12 сантиметров. 12 сантиметров есть. Раз. 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 так. нужно затянуть. Это дело хорошо. Затянул. Теперь эту всю красоту нужно выровнять, чтобы волос выходил четко со спины крючка. Друзья, не забывайте об этом. это важно при засечке. Теперь лишнее просто отрезаем ножничками. Ножнички вот они. Вот этот хвостик мне не нужен будет. и вот этот хвостик мне не нужен будет. Есть. Ветер я боюсь, что не запишется. И вот этот тоже хвостик мне не нужен будет. Да что ж такое уже жабы квакают. Димон пора ловить рыбу говорят. И друзья финальный этап. То есть получился у нас довольно прочный поводочный материал и довольно мягкий волосок. Который будет способствовать засечке рыбы, конечно же. Потому что мягкий волос это важно. Так. Сейчас я все здесь выровняю. Правильно сделаю. и финальный этап. Даже если я вяжу простой простую волосяную не с хитрым волосом я всегда даю друзья капельку. Не всегда а вот вернулся к тому чтобы давать капельку супер клея. У меня почему-то стало меньше сходов. Когда я опять вернулся к проклеиванию узелка. не знаю почему. Возможно это мои особенности вязания поводочка или что еще. Но так как я не использую всяких термоусадочек и тому подобное. Вот просто небольшую капельку супер клея. Когда я отказался от этого дела у меня стали сходы. Все сейчас минут 15 это дело подсохнет. И я буду готов забрасывать вторую снасть. Тут уже все тоже просто. Петля в петлю. Кормушки крепим. Очень деликатная. А вот эта спешка она никогда не знаю как заставиться не спешить. Нужно наверное чайку сделать. А хочется побыстрее чтобы все было в рабочем состоянии заброшено. Тогда уже душа будет спокойна. А еще вторую точку нужно закормить. да и найти сначала потом закормить. Вот кормушка наша готова. Продолжаем работу над точками ловли. Друзья получилась действительно сладкая прикормка натуральная. Карпзон молодцы. Весь я в осах. Так сейчас буквально с десяточек шаров я сделаю. Чтобы стартануть. Потом по чуть буду постреливать. Осы самый лучший индикатор. Если это какая-то жуткая химия была они бы однозначно на это дело не повелись. И в процессе рыбалки рыбалка у меня будет сутки чуть-чуть может быть часа 2 больше 5 часов 26 на самом деле уже хочется и перекусить самому но нужно сначала обеспечить качественные точки рыбалки а перекусить я успею всегда так без шарелепки я леплю крупные фракции как лепить одной рукой просто набираем сжимаем и уже второй помогаем долеплю чуть осу не слепил наглые вообще надеюсь на ночь они чуть пропадут хулиганы 6 еще 4 4 5 5 6 10 14 14 15 14 15 15 10 15 15 16 16 16 16 16 17 16 19 20 18 20 собой взял я думаю я сегодня не выброшу ну и вообще за эту рыбалку посмотрим как будет отзываться рыбка на самом деле действительно удобные вот эти лотки такие в которых прибор ну и вообще зип-пакеты как зон о комфорте думает рыбаков за это отдельное спасибо я думаю для старта чисто обозначить сейчас я вам друзья сразу покажу это вообще . метров 50 осы оккупировали просто меня так сейчас я постараюсь показать вам маркер он ориентир если видите одиноко такое большое дерево и вот там где-то я не вижу в камеру ну если друзья не видно будет то то поверьте на слово он там есть сейчас закормлю прямо по маркеру а потом проделаю ту же процедуру он проделает уже процедуру что из первым удилищем так иду кормить рога . рога . шевненько я уже не болтел с рогаткой рога . хорошо . вот я сейчас Продолжение следует... 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 так что буду упираться дальше в тактику уже следующий раз включимся наверное когда будет рыба что-то же надо будет вам показать в принципе вот 6 часов я смотрю уже чуть-чуть какие-то движения на водоеме вроде как рыбка просыпается вот вот наблюдение за водоем если есть на это время это тоже обязательный фактор рыбалки успешной скажем так рыбалки вот ну продолжаю кормить что наверно нужно мне еще и покушать целый день реально друзья не было времени вот как приехали в 9 до 2 раскладывался маркерился снимал для вас видео уже шесть почти еще только чайку разик попил надо еще наверно чайку разик попить будет сил на ночь набраться ночью спать не собираюсь у меня очень большие надежды на ночь после такой жиры возможно ночью что-то и проклюнет у нас главное точку держать с кормом потому что движ на точке однозначно есть на одной вторая с сыпухой кстати после первого закорма заброса буквально минут 15 был паровоз хороший уверенный паровоз но я пока побежал камеру включать видать не досеклась рыбулька вот нереализованная поклевка поэтому надеюсь все у нас будет вы друзья ставьте лайки не забывайте если вы еще не подписаны подписывайтесь на канал и я не прощаюсь думаю у нас все получится вера в тактику вера в насадку вера в точку должна сработать надеюсь вам будет видно друзья вот тут все у нас красиво слева красота а вот справа приближается вот такое вот счастье да рыбалочку такое счастье конечно может подпортить но как говорится денег нет но вы держитесь ну мы тоже будем держаться и думаю все будет хорошо возможно дождик пройдет гроза потому что там баба как возможно после дождичка рыбка активизируется он выходы есть если вам будет видно это уже слева круги у меня расходились так покажу он башня это мой ориентир сторожа будка наверно домик сторожа так чтобы не обижать это одна точка и он второе дерево очень хорошо на фоне горизонта будет видно это вторая точка ближняя так ну ждем грызу и ждем рыбку грызу и грызу и грызу и грызу и грызу и смотрите зачем нужен антисептик вот такие у него ужасный ран жалко если он нормально не вылечится поэтому антисептик пожалуйста на ранки очень страшно сейчас запшикаю ему тут начинается жалко будет если он не выздоровеет сейчас ранку еще ему запшикаю друзья взвешу потом все объясню потому что дождь начинается сработала кстати дальняя точка и бомбовая закладка это просто куда я попал я понадеялся на беседку не взял ни палатки не без автомобиля без ничего есть только плач вот такая жопа как раз как раз ветер в мою сторону в общем ну супер и в сторону получается где нет ни окон ни дверей открытая беседка и все мокрое все мокрое спрятаться некуда посмотрите что происходит рыбалка супер ставьте лайки друзья на кричевичах у меня все сохнет сейчас я вам покажу весь домик обвешен всевозможными одеялами там штанами ну короче все намокло так красотень вот ради такого заката конечно стоило ну на самом деле я так посмотрел я немного выкормил у меня все весь перец чуть больше половины то есть где-то килограмма три наверное в общей сложности я забросил по поводу того сколько нужно кормить ну я думаю вообще хорошо было пищу покормить но уже в ночь шуметь не буду в точке вот так вот просыпается водоемчик после грозы после шторма тут у меня тоже все мокро я уже в конце рыбалки друзья подведу итоги и скажу на что клевало у меня так хотел я вам показать стоечки поближе потому что много было вопросов стоечки отлично пережили грозу кстати во время грозы было два паровоза на один я вообще не пошел он сам перестал паровозить а на второй я уже побежал потому что на минут семь наверное пять паровозил но слава богу сошел сам тоже вот стоечки супер друзья и по поводу маркерного скотча ну видите дождь прошел сейчас вам ближе покажу он держится вот сфокусируемся ну вот такой вот флажок делаем просто и когда забрасываем выставляем его на шпуле таким образом чтобы его видно было он через леску просвечивает и просто пальцем забросили посмотрели нормально летит пальцем расприжали остановили все выставили в нужное положение так жду я поклевочки хорошо было покормить еще конечно на ночь но не хочется шуметь красота такая охотника вы слышали да выстрелы были задолбали честно без обид ребята кто из вас охотники ну блин приезжаешь на озеро на рыбалку за тишиной они бэ бэ постоянные эти так ну то такие я стараюсь не обращать внимание ласточки везде летают ну вообще красота в общем нивелирует такая красота все негативы которые в процессе рыбалки с нами случается уже солнышко садится ну думаю хоть ночью что-то будет повеселее потому что по сути три нереализованных из-за погоды поклевки и одна реализованная вот карпик 3800 я взвесил ну и отпустил быстренько чтобы не мучить так вот такая вот друзья ситуация жду ночи и продолжаю рыбачить ночи 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 и ночи и Вот такая вот, друзья. Каплотва на Крещавичах, за нижнюю губу, все как положено, паровоз, супер. Ловил бы, ааа, тихо, ловил бы на Фидер. Был бы рак такому улову, на классику. Так, я плотву назад не отпускаю, друзья, лучше отдам сторожу, потому что здесь ее очень-очень много. Она мешает чуть-чуть корпу расти и развиваться. Да, ну то прикол, конечно, да. Крещавичская плотва, это зла идет. Опа, еще поклёночка. Две точки работают. Ну вот где сыпуха, плотва взяла. Так, тут что-то вообще, наверное, нет ничего. Рано я психанул. Надо было дать, наверное, еще повидаться чуть-чуть. Может быть, какое-то движение не вкусно. Так, вот и щука шла, пока что, друзья, прикол, наверное, вы не увидели. Шла, щука, прям видно было за марте. Друзья, первый ночной гость. Такой вот борзый глиночек, ну очень красивый. Сейчас покажу. Вот такое вот. Ну, на вываживание доставил, но клевало очень вяло, очень. Так, я его по Бырику отпущу сейчас. Пошли, отпустим вместе. А расти большой не будет лапшой. Ночной гость есть. Пошли, просит. Пошли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 50 метров дистанция ловли сработала точка с сыпухой. У меня аж раскрутилась ручка от такого паровоза. Продолжение следует... Я буду заходить в воду, друзья, потому что с вымостки я скорее всего не возьму. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Постараемся снять все вылаживание, чтобы вы поняли... Вообще... Как это все происходит... Пацаненок пошел влево... Я его разворачиваю справа... Сильный боец, друзья... На самом деле не знаю кто там... Продолжение следует... 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 есть карасик друзья ночной ну я таких карасей нигде не встречал сейчас взвесим ради интереса чист я думаю крошка должна быть бессонная ночка движняк какой-то постоянно в точке ловли ну чуть-чуть не угадал 900 960 грамм тоже доставил конечно на вываживание хотя клевал очень слабо пару фоточек сделаем и отпустим все убежал друзья к сожалению друзья чуть-чуть планы поменялись приходится мне собираться с утра я планировал вечером блин ос куча осы задолбали реально здесь в общем ситуацию вы все увидели сейчас подведем итоги быстренько покажу что у меня рулила и долго подбирать не пришлось так ишь долго подбирать не пришлось со второй попытки я уже угадал значит шапочка скопекс м салман это лосось вот осталось буквально пару штучек нужно будет до заказать 12 мм карбзон интересная расцветочка рыбки тоже понравилось я чуть-чуть подрезал это попавчик и на подсадку снизу монстр крафт тоже меньше пол баночки осталось покажу сам бойлик 14 миллиметров тоже чуть-чуть подрезал вот такая ситуация я получил поклевку первую на ближней дистанции что и понятно цепуха дала пищевой сильный сигнал получил первую поклевку дальше уже не игрался не искал такая комбинация насадок работала в принципе значит по нашей тактике честно говоря больше я рассчитывал на дальнюю точку там где я кормил крупной фракцией чистым пелецом с бойлами и получил оттуда хорошую поклевку реализованную 3 800 карпик вы видели вот и для меня стало неожиданностью что ночью начала работать ближняя дистанция после того как я поймал с ближней плотву думал все на сыпухе стоит полностью плотва думаю там уже делать нечего тем не менее туда забрасывал вы видели досадный сход хороший карпуля но сходят какие сами понимаете там вот такой глаз у него только был вот досадный обиднейший сход почему сход давайте разберемся я скорее всего дум даже три варианта у меня есть почему сход три предположения во первых сегодня я использую первый раз поводковый материал я чуть магазине не досмотрел взял обычно я брал 20 либров разрывная нагрузка а сейчас взял 30 то есть толстый поводковый материал во вторых возможность длиной волоса я не угадал и третья причина ну которой я предполагаю это может быть ну здесь соревнования постоянно проходится возможно попала рыбка колотая уже с такой нормальной губой и нормально нет не засеклась в общем после схода еще опять же с ближней точки где я кормил сыпухой шарами был пойман карась я показал потом еще после этого я уже ну не стал будить оператора два карася еще поймал и 4 линька именно с той точки ну по сути прикормка линь карась да наверное оправдала себя вот пики были с дальней точки но я думаю что на дальней скорее всего просто не хватило прикормки я больше закармливал ну больше и легче кормить шарами получается быстрее больший объем выбросить закармливал получается ближнюю точку еще по ближней точке хочу сказать что для меня вообще неожиданностью стало буквально позавчера вчера я приехал позавчера закончились соревнования были пять суток практически все вымостки были заняты спортсмены кормили очень много карпятники и кормили на дальних дистанциях поэтому ближняя точка то что она сработала для меня вообще стала огромной неожиданностью плюс что там клюнул хороший внятный карп ну так по чесноку там наверно за семерку было судя так по ощущениям как он себя вел вот то есть соревнования не стали помехой то что говорят там тоже есть такая теория что если спортсмены кормят там на 150 все то значит и на 150 будет рыба стоять там всю жизнь видите оказывается что нет буквально меньше суток прошло и рыба уже подходит прессинга на водоеме нету рыба подходит к берегу по прикормке два слова однозначно прикормка рабочие крючки острейшие я и не менял после того как связал вам показал крючок до сих пор остается острый в работоспособной пригодности в общем друзья так осы задолбали это сладкая прикормка они вот на это все летят получается во флет еще хочу сказать по прикормке я не заметил абсолютно разницы работала это это я забивала так на угар какая под руку попадется то есть забивал то есть карбзону спасибо реально выпускают качественный классный продукт за доступные деньги всегда свежий ссылочку друзья я дам вам на магазин под видео осы осы задолбали осы я вам тоже дам ссылку на магазин под видео отстаньте от меня все друзья мы будем собираться спасибо за просмотр спасибо за лайки спасибо за комментарии напомню еще если вы хотите задать вопрос который попадет пятничный бложек оператора кусают осы уже оператор камеры трясет напомню если вы хотите чтобы ваш вопрос попал в пятничный бложек пишите хэштег перед комментарием с бложиком так я увижу ваш комментарий и в пятничном бложике отвечу на ваш вопрос на этом точно все до встречи на рыбалках до встречи на канале афишинг пока и